Третья губернаторская премия «Наша Подмосковья» завершилась. Ее итоги подвели еще 7 декабря в Крокус-Сити-Холле. Тогда же назвали имена всех победителей, а губернатор вручил подарки 10 лауреатам первой премии. В этом году число участников конкурса значительно увеличилось. Заявки подали почти 24 тысячи человек. Буквально через несколько минут в волейбольном центре пройдет награждение победителей губернаторской премии «Наша Подмосковья». В этом году от Одинцовского района было подано рекордное количество заявок – 1877. Из них 97 победителей. И это в три раза больше, чем в прошлом. Атмосфера в волейбольном центре торжественная. И всех лауреатов, как полагается, встречали на красной ковровой дорожке. Глава района Андрей Иванов поприветствовал победителей премии «Наша Подмосковья» и поблагодарил за активность. Сегодня в этом зале собрались самые активные и неравнодушные жители нашего района. Без лишней лести я скажу, что вы особенные люди. И вы как раз и есть гражданское общество нашего района. Те, с кого стоит брать пример. Мы видим, что с каждым годом в нашем районе становится все больше и больше людей, которым совершенно не все равно, что происходит в этом мире. Все больше людей, для которых личное пространство не заканчивается дверью собственной квартиры. И это прекрасная тенденция. Премия «Наша Подмосковья» направлена на поддержку общественных организаций, некоммерческих объединений и просто деятельных людей. В Одинцовском районе также есть и лауреат первой премии. В номинации «Доброе сердце» ею стала Екатерина Герасименко. Она представила проект «Нечейный случай». Организация «Спас резерв» помогает жителям в стандартных ситуациях, которые фактически не находятся в зоне ответственности ни одной из официальных экстренных служб. Мы не ожидали, если честно, что мы победим, но мы почувствовали большую радость и вместе с этим большую ответственность перед районом, перед нашими жителями. В год 70-летия Победы учреждена специальная номинация «Спасибо деду за Победу». От Одинцовского района больше всего было подано заявок именно в ней. Причем многие проекты представили наши уважаемые ветераны. Вторую премию за работу к 70-летию Великой Победы получил заведующий Одинцовского историко-краеведческого музея. Мы нашли игру настольную Великой Отечественной и стало понятно, что на ее основе, на основе ее миниатюр можно давать маленькие исторические справки ребятам. И это будет не перегружать процесс, в том числе и игровой процесс присутствует. И таким образом мы их не оттолкнем от этой темы, которая, в общем-то, и болезненная, и непростая, и, в общем, объемная. А здесь получается, что они получают подкрепление через игру, они все это изучают, они получают возможность ездить в музеи, они получают возможность потом себя чувствовать, вот как их деды и прадеды, одевая форму. То есть мы таким образом делаем такой микс, комплекс, да, вокруг каждого ребенка. Завершая церемонию награждения, Андрей Иванов пожелал победителям не останавливаться на достигнутом и вместе делать жизнь в нашем районе ярче и лучше. Поздравлением присоединилась и Татьяна Одинцова. Для нашего района это редкие люди, потому что они победили во всей Московской области. Значит, их проекты уникальны, и они только у нас. Значит, наш район, как многочисленный участник данного проекта, губернатора, будет самым интересным, самым необыкновенным и неожиданным. Специально к празднику была подготовлена выставка. В зале разместились работы юных художников, воспитанников Пушкинской школы. Губернаторская премия «Наша Подмосковья» присуждается за неравнодушное отношение и активную жизненную позицию. Уже в следующем году вы сможете стать ее участником. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, Евгений Муравлев, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.